Пчеловод из Ульяновского района расширил пасеку за счет социального контракта. В Новомалоклинском районе строят дом культуры и открывают новый фаб. Ульяновские ребята привезли победу международных соревнований по ментальной арифметике. Многодетные и малоимущие семьи Ульяновской области имеют возможность получать финансовую поддержку от государства. А деньги можно потратить на корову, свиней, пчел, обувную мастерскую и даже открыть прихмахерскую. Такие условия предъявляет социальный контракт. Мера поддержки направлена на развитие трудового потенциала для обеспечения семьи. Алексей Гудзюк – многодетный отец. Вместе со своей женой, двумя сыновьями и дочерью они живут в Ишеевке. Летом почти каждый год на машине, а зимой на снегоходе глава семейства ездит на участок в лесу, что в соседнем селе, ухаживать за своей второй семьей. Так он ласково называет обитателей собственной пасеки. Алексей – пчеловод со стажем. Любовь к этим насекомым зародилась в юности. Сначала на пасеку ходил вместе с отцом, потом более точечно обучать ремеслу мужчину стали друзья из Татарстана. Со временем наблюдать за пчелами из соседнего региона устал. Решил стать пчеловодом сам. Начал с трех пчелиных семей, сейчас у Алексея 13 ульев. Если честно сказать, пчелам нужна тишина, самое главное, чтобы их не тревожили. У них как навигация очень сильно развитая. И лес рядом. Они летают в лес, тут собирают липа. Расшириться и развиться в пчеловодстве гадюкам помог социальный контракт. Это договор между семьей и государством. Соглашение двух сторон подразумевает финансовую поддержку. То есть семья, взяв деньги, обязуется потратить их на развитие своего трудового потенциала. Данную помощь могут получить не только многодетные семьи, но все семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день в Ульянск области он составляет 9 919 рублей на человека. То есть семья из четырех человек, это в районе 40 тысяч вполне реально и возможно. Алексей и его семья в рамках соцконтракта в мае прошлого года получили 60 тысяч рублей. На эти деньги как раз и приобрели 10 семей пчел, купили для них улью, улучшили условия, оборудовали омшанник для зимовки пчел. В этом году Алексей получит еще дополнительные средства. Все в рамках того же соцконтракта. Договор с государством можно заключать один раз в год и далее по мере необходимости. Во-первых, конечно, семья отчитывается документально, что приобрела на денежные средства определенных животных в нашем случае. И во-вторых, в рамках выездных приемов, у нас они есть в отделении, мы посещаем такие семьи, смотрим условия содержания животных, как развивается хозяйство, смотрим. Социальный контракт – мера поддержки, действующая в регионе последние 4 года. За это время поддержку получили свыше 500 жителей. Средства люди могут направлять не только на животноводство, растеневодство, пчеловодство. Есть примеры открытия домашних и обувных мастерских, частных школ раннего развития детей, а также парикмахерских и цветочных лавок. Рината Леулова, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Жители села Средний Сантимир, что в Новом Малаклинском районе, ждут открытия сразу двух учреждений – нового Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Старые здания обветшали и уже не могут соответствовать всем требованиям современности. Строительство новых запланировано в рамках нацпроектов. К концу года жить на селе Средний Сантимир, Новом Малаклинского района, станет лучше. В населенном пункте идет строительство сразу двух учреждений, так необходимых местным жителям. Фельдшерско-акушерский пункт откроется уже на днях. Старое здание уже не соответствовало современным требованиям. Местный фельдшер жилья Ахмедзянова проработала на благо родного села 47 лет. Признается, новый ФАП – подарок и пожилым, и молодым. Когда скорую вызываем, тоже очень хорошо отзываются, приезжают, помогают участковый. Врач у нас хороший, всегда и по телефону дает советы, и сама приезжает. Вот сейчас народ же это старый, уж население пожилое, болячки очень много. Будем приходить вечером на лечение, на уколы. На строительство ФАПа было выделено 6 миллионов рублей. Закуплено новое оборудование, в том числе электрокардиограф, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, ЭКГ. ФАП нам построили по программе устойчивого развития сельских территорий. Огромное спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову, который откликнулся на наши просьбы. И у нас в селе появился новый модульный ФАП. Неподалеку от ФАПа строится Дом культуры. Проект типовой, однако сельчане рады. Будет место для проведения праздников и репетиций. Старое здание ДК не отапливалось, поэтому зимой творческим коллективам приходилось репетировать в школе и у себя дома. Новый Дом культуры рассчитан на 200 мест. Кроме концертного зала в здании будет место для гримерки, кабинетов для проведения занятий и библиотеки. Мы очень рады, что в этом году у нас откроется новый сельский Дом культуры. Естественно, возможности многократно увеличиться. На возведение нового учреждения культуры в среднем сантимире направлено более 16 миллионов рублей. Работы выполняются в рамках двухгодичного контракта. На данный момент залиты полы, завершены работы по электрике, штукатурке, проведены коммуникации. Напомним, по направлению «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2019 году в Ульяновской области будет построено два новых Дома культуры, капитально отремонтирован Ульяновский театр «Кукол», созданы четыре модельных библиотеки. На эти цели направлено порядка 60 миллионов рублей. Ремонтно-реставрационной работы стартует в Ленинском мемориале. Доступ в основную экспозицию музея-мемориала приостанавливается с 3 июля. В целях обеспечения сохранности будет проводиться ее демонтаж. Экспонаты и документы разместят во временном хранилище. Недемонтируемые предметы будут защищены от внешнего воздействия при помощи специальных конструкций. В обычном режиме работают квартиры музея семьи Ульяновых и дом музея Ленина. На время ремонта доступ в основную экспозицию на третий этаж будет ограничен. Для посетителей разработаны специальные маршруты по действующим выставкам и экспонатам. Напомним, в 2018 году принято решение о восстановлении зданий Ленинского мемориала, его модернизации и обновления идейного содержания. Благодаря инициативе губернатора Сергея Морозова из федерального бюджета выделены средства в размере более 2 млрд рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ. Они будут направлены на реставрацию фасада здания, полное восстановление инженерных коммуникаций, а также работы по благоустройству земельного участка мемориального комплекса. В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в Ульяновске благоустраивается сквер строителей на улице 12 сентября. Сквер вошел в программу после того, как жители обратились напрямую к губернатору. На дворе лето, что успели сделать в зеленой зоне, расскажет Павел Половов. Разбитые скамейки, жестяные заусенцы на горках, мусор и разбитые дорожки. Так встречал посетителей сквер строителей еще год назад, когда Людмила Изосимова обратилась за помощью к губернатору. Парк был полностью разрушен. Здесь стояло вот кафе, постоянные были люди, которые неадекватные. Когда я это все посмотрела, мне пришлось написать письмо Морозову Сергею Ивановичу. Морозов Сергей Иванович вышел с этой инициативой сюда в парк. Пришел и сказал, что парк нужно сделать. Делать начали почти сразу. Сначала, правда, выяснили, что по договору аренды за состоянием зеленой зоны должен был следить бизнесмен. Но его, кроме дохода, ничего не интересовало. После многочисленных судов дельца лишили права аренды этого участка. В 2018 году мы сделали центральную аллею, установили скамейки и урны, сделали освещение. В этом году у нас было запланировано и проторгованы работы по устройству забора, по устройству дополнительных тротуаров и дорожек, спортивные площадки, детские игровые комплексы. Эти все работы будут выполнены у нас до конца августа. Сквер строителей далеко не единственный, где ведутся работы по благоустройству в рамках национального и регионального проектов. В 2019 году на территории Ульянской области финансирование их составляет 532 миллиона рублей. Из них 372 миллиона поступило из федерального центра, 160 из областного. По области будет благоустроено 82 дворовые территории, 24 общественных пространства, в том числе парки. В областном центре это 16 дворовых территорий и 8 общественных территорий, вот этот парк в частности. И на это заложена сумма порядка 225 миллионов рублей. Средства очень большие, работы много. Высокий контроль качества на всех этапах выполнения работ обеспечивают чиновники и общественники. И если еще несколько лет назад такой тандем казался невозможным, сегодня это, пожалуй, лучшая гарантия качества. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новость Улл Правды ТВ. В Ульяновской области завершились учебно-методические сборы по Волжского совета ветеранов пожарной охраны и спасателей. Участники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года и обменялись опытом. Для руководителей ветеранских организаций была подготовлена обширная программа, в том числе посещение подразделений главного управления МЧС России по Ульяновской области. Гости приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски памяти первого руководителя части Геннадия Анисимова. Ее повесили на здание специализированной пожарно-спасательной части. 2-0 в пользу школьников. Ульяновские ребята обыграли в ментальной арифметике соперников из Турции и родителей дома. Триумфаторы международных соревнований по ментальной арифметике провели тематический мастер-класс, где побывала наша съемочная группа. Сегодня в Центре по интеллектуальному развитию Абакус прошел арифметический мастер-класс. Несколько дней назад мальчишки и девчонки триумфально вернулись с международных соревнований по ментальной арифметике в АМАЗ-2019, о чем рассказал их учитель и наставник. По словам Елены Владимировны, ментальная арифметика – это процесс обучения быстрому счету в уме и заниматься им можно в любом возрасте. Чем раньше начнешь, тем лучше для развития мозга. За полгода 2019-го наши поездки были во Франкфурт, в Германию ездили пять детей, и в Турцию, в Анталию ездили 13 детей в сопровождении 32 человека взрослых. В этом году 600 детей из 17 стран мира приехали на турнир, чтобы продемонстрировать свои знания по уникальной методике. Всего за 8 минут им пришлось решить в уме более 200 примеров разной степени сложности. В итоге 13 ульяновских героев стали обладателями кубков международных соревнований по ментальной арифметике, которые прошли 22-23 июня в Турецкой Анталии. У нас было 4 минуты на абакусе и 4 минуты ментально. Насчет свистка мы начинали считать на абакусе, когда свисток опять просвистел, мы заканчивали считать также ментально. Мы убирали абакусы под стул и начинали считать ментально. На встрече дети и родители обсудили итоги поездки и поздравили всех победителей. Затем разделились на две команды и сыграли в игру. Каждой было предложено решить несколько сложных заданий на логику и счет. После нелегкой борьбы победу в импровизированных соревнованиях присудили маленьким героям вечера, победителям международных соревнований. Ментальная математика – это не столько тренировка рук, сколько тренировка ума. То есть мышцы есть везде, в том числе и в голове. И все-таки, наверное, эта тренировка больше где-то там, внутри, на подкорке. И это больше радует, что она стала более открытая, больше улыбается. Ну и, конечно, безумно радует ее победы. В целом программа обучения занимает 2-3 года и делится на несколько этапов. За время обучения у человека развивается память, концентрация внимания, образное мышление и слуховое внимание, что полезно в любом возрасте. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. Завтра в регионе ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха днем будет составлять 20 градусов тепла. Ветер западный до 15 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин